Мне просто реально повезло, что он вообще не упал вниз. Что должно быть в коллекторной? Это ПИК+. Вот так выглядит станция пожаротушения. Вот так выглядит прямо где самая низкая часть, куда уходит влага. О, смотрите, смотрите, новый дом. Уже вот все. Здесь должны быть пожарные рукава. ПИК. Что тут все открыто? Ну вот это видите, темненькое. Знаете, что это такое, друзья? Весь мусор вот сюда выкинули и все. Ну, соответственно, засовываем руку в дырку. Вызываем лифт и едим на последний этаж. Да, не у каждого в квартире такое есть, а здесь есть. Сейчас-то здесь не так пошло. В обычном нет гола, а в ПИК+. Он есть. Ну, они очень сильно бросаются в глаза. Ну, обратите внимание. Раз, два, три квартиры. Вот это класс. Качество газоблока это просто стыд и срам. Это же вообще что такое? Это по проекту. Вот так это и должно быть. Засунь руку в эту дырку. Большое количество мусора. Это тоже вот такой, знаете, замок, чтобы враг не прошел. Песок везде летает. Мне бы здесь, честно, пока бы не хотелось. Очень достаточно все плотно. Вокруг все забито машинами. Бла-бла-бла. Вот тебе, друзья, и ПИК+. Новый дом и уже столько проблем. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Москве, в районе Очакова-Матвеевского, у жилого комплекса Вангарден от застройщика ПИК. Метро Аминевская, шаговые доступности, железнодорожная станция Очакова, станция метро Аминевская. И сейчас мы с вами, друзья, проверим, за сколько отсюда сможем дойти до жилого комплекса. Пока дорога достаточно приятная. Идешь по брусчатке среди вот таких деревьев. И рекламы застройщика ПИК. Будут школы, детские сады. Но вопрос только, когда это все будет. Поет птички. Красота. Ну, жарковато, конечно, сегодня. В советское время строили пятиэтажные дома. А в современной России высотные новостройки. Впереди видим с вами остановку общественного транспорта. А вот и жилой комплекс в 100 метрах, друзья, от нас. Ну, вот, получается, даже если идти в обход, то пять минут. А когда откроют проходы, то, соответственно, до станции метро можно будет дойти быстрее. Образ квартала от Амстердамского архитектурного бюро. Да и до центра Москвы на автомобиле 25-30 минут езды. В шаговой доступности школа за номером 97. Но, согласно официальных данных, вакантных мест в ней нет. И частный детский сад. Ну, а раз и есть частный детский сад, то, друзья, полагаю, вы сами все понимаете. Квартиры к покупке застройщик предлагает в трех вариантах отделки. Черновая, предчистовая и чистовая отделка. Даже будет натяжной потолок. Для меня любопытный момент, что у Пик Плюс в проекте «Жилой комплекс Вангарден» студии и однокомнатные квартиры занимают практически 60% от общего числа квартир. Лично я считаю этот проект, конечно же, не семейным. А для инвесторов, для тех, кто будет перепродавать квартиры и сдавать их в аренду. Так как метро в шаговой доступности и можно хорошо так сдать квартирку. Открываем сайт застройщика и смотрим о проекте. Вангарден расположен на западе Москвы, в районе Очаково-Матвеевском. В пяти минутах пешком от метро благоустройства территории британского бюро Джили Списа, если я правильно произнес. Ну, смотри, как все красиво нарисовано. Бла-бла-бла. Можно там почитать, много чего интересного. Но мы с вами, друзья, заходим на сайт Министерства строительства Российской Федерации. Вот он, видим. Жилой комплекс Вангарден. Класс энергетиктивности А+. Скачиваем разрешение на ввод в эксплуатацию. Открываем. И видим, что объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2023 года. Сдан вместе с парковкой под землей. Напротив Вангарден на жилой комплекс Матвеевский парк от того же пика, где на вторичном рынке однокомнатную квартиру хотят уже продать от 14,5 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге у застройщика ПИК, а с его ПИК-плюсами, всего лишь пока есть единственный проект, который называется Лермонтовский 54. И сдача его будет в 2025 году. Ну, через год. Соответственно, очень интересно посмотреть, что же такое вживую по-настоящему ПИК-плюсы, как застройщик сдал в декабре прошлого года свой жилой комплекс и как передал его жителям. Пойдемте смотреть. Ну, а вы, друзья, поддержите меня подпиской и лайком. Погнали! Первое, конечно, я не могу отметить, что вот видим с вами градильни, на которые сетуют жильцы, что от них исходит жуткий звук. И вот я здесь нахожусь, он тут ездит большое количество транспорта, какие-то работы идут, что-то сверлят, и да, какой-то есть дополнительный шум. ПИК-плюс. Фасад смотрится красиво. Вентилируемый фасад. Клинкерная плитка. Смотрится красиво. Большие окна с третьего этажа. А, да даже со второго кое-где. Вот так выглядит их зеленение, брусчаточка, и вот здесь зачем-то они стык между фасадом здания и, соответственно, брусчаткой засыпали все песком. Видно, когда брусчатку положили, вот осадки песка остались, так и оставили. Урна в грязи. Здесь дверь закрыта на замок, но, видно, ключ уже не работает. Здесь еще мы видим такой строительный заборчик, не понимаю, почему он здесь до сих пор, но, наверное, так и должно быть. Так, давайте мы с вами сразу пройдем по кругу, посмотрим на этот фасад. Вот он, обратите внимание, вот эта вся красота. Неплохо они сделали. Единственное, я почему-то здесь не вижу продухов, чтобы вентиляция была лучше. Ну, вот тоже есть огрехи, например, вот там плиточка чуть-чуть, кирпичик этот торчит. Вокруг все забито машинами, очень их большое количество. Они очень уютно здесь находятся, потому что вот вокруг все вот такие высотки, друзья, просто обратите сами внимание. Очень достаточно все плотно. Видим, что с АТП вот вывели антенны вот сюда, в другого места не нашлось, чтобы нормально смотрелось. По фасаду пока вот вроде все в порядке, на первый взгляд. Есть даже лечок для полива газона, потому что, видите, газон есть, тут с мусором, с какими-то тоже песком совсем подряд. Тут у нас тоже ограждающая конструкция. Ну, вот не знаю, с декабря сколько прошло. Сегодня у нас пятая, сегодня пятница, 5 июля. Ну, вот мы видим, да, что привезли деревца посадить, потому что почему-то до этого не смогли посадить. По мне, честно говоря, это тоже как-то странно. Ну, и вот здесь, не знаю, мне бы жить здесь, честно, пока бы не хотелось, потому что стройка какая-то идет. Везде вокруг стройка, вон песок везде летает. Здесь, соответственно, еще вон какие-то, ох, какой тут ветерок, не пойду я туда. Видите, Музафар, звоните. Открытый у нас восьмой подъезд. Пойдемте, зайдем сразу в восьмой подъезд, чтобы долго не ходить. Алюминиевые двери, панорамное остекление. Это тоже вот такой, знаете, замок, чтобы враг не прошел. Ну, здесь песочка не хватило, тут какая-то дырка, наверное, для вентиляции. Это пик плюс качества современных новостроек. Ну, да, вот здесь вода постоянно будет подсекать. Не удивлюсь, что потом мух начнет расти. Вот тоже, да, смотрите. Получается, вот сверху вода попадает, она по водостоку уходит вот сюда. Есть обогревающий кабель, чтобы не замерзл. И течь будет прям по поворчатке. Желобок было сделать никак. Ну, здесь тоже вот такие, видите, моментики есть неприятные. Грязь не отмыта. Рубитек стандартно. Здесь, обращая внимание, вот есть щетка, но почему-то щетку в размер не смогли сделать. Видно, тоже проблема какая-то. Плитка крупноформатная. Ну, вроде так ничего, даже подсветочка есть и светит прямо на неровность. А наверху все как-то криво-косо, большое количество грязи. С клинингом здесь проблема. Все открыто. Заходим. У нас здесь есть вот такая обшивка, чтобы лифты не поубивали. А стандартный класс. Вот, знаете, вот у нас приходишь в Янецкий лес. Вот та же самая, практически. Вот такая же крупноформатная плитка. Стандартная входная группа. Четыре лифта. А, нет, два лифта. Один пассажирский, один грузопассажирский. Прикольный звук из-за того, что там дверь входную приперли камушком. И лифт открывается дверца, воздух начинает идти, и такую гулу идет. Стандартная входная группа. Мне нравится, что она проходная. И она достаточно широкая. Это комфортно, когда, например, выходит женщина с коляской, в коляске ребенок. И можно спокойно везде разъехаться со всеми. Значит, здесь у нас два тамбура. А здесь у нас тамбур. И еще сверху теплозащита висит. И причем здесь есть такой нюанс. Ох, как здесь жарко. Вот эта ручка, друзья, она просто горячущая. По мне, нужно сбавить пылу этой конструкции, чтобы она не так сильно дулает. А раз. И написать предупреждение, что горячо. О, Господи, трындец. Яшницу нужно жарить. Вот здесь отделка немножко подругая. Такая немножко поприличнее она смотрится. Значит, такой знак, что для радиаторов, наверное, ничего сделать. Как ее открыть? Ага, вот так. Открываем. Да, здесь система отопления. Большое количество мусора. Зачем его возить, когда можно его туда спрятать? Здесь мы видим почтовые ящики. Значит, вот эти ящики на нормальном уровне. Но вот эти очень низко. Почему нельзя было поставить чуть выше, не понимаю. Ну, вот, конечно, просто огромный слой пыли. А так, в принципе, ничего. Вот этот нормальный, а этот нет. Да. На потолке белые ламели. Смотрится хорошо. Потолок тоже весь выкрашен в белый. За ним инженерные стимулы тоже частично выкрасили в белый. Так, это лещичный марш открыт. Прикольно, да? Лифт вызывать, смотрите. Сейчас вот засунь руку в эту дырку. И вон все. Интересная конструкция, чтобы не поубивали все углы. Ну и на полу обращаю внимание, кстати, здесь тоже, да, крупноформатная плитка. Прикольно. Видно, что мыли. Напольный конвектор, красивый двор. Сейчас зайдем посмотрим, но перед этим поднимемся на самый верх. Лифт какой приятный. Девятый. Девятый этаж. Дверь не закрывается. Лифты мел. Вот он. Тут уже, видите, реклама зеркал. Здесь тоже антивандальное хотели сделать, но почему-то не доделали. Вот он. Направляющие есть, недорогие. Который, кстати, применяя здесь за строчек. То есть, именно такие жиденькие учили. И, соответственно, все. Больше ничего нет. Но зато едет быстро, четко. Так, как откроют двери. Быстро, интересно или нет. Ну-ка, смотри внимательно. Сим-сим, откройся. Долговато. Хотелось бы быстрее. Девятый этаж. Такая небольшая циферка. Здесь мы уже видим, что потолочек такой, знаете, низковатый. Низковатый. Здесь вот такое окно. Это по проекту. Вот так это должно быть. Вот такой прекрасный вид. От этого люка. Здесь, соответственно, окна. С видом на соседний дом. На озеленение. Которое, ну да, отличается пока. Забралось, монтированно хорошо. Здесь, чтобы тепло шло. Тут тоже нормально все сделано. Но пока, знаете, ну так неплохо. Здесь большая дверь стеклянная. Ага, закрыто. Коридор смотрится симпатично. И двери. Ну, сейчас посмотрим. Пройдемся вниз пешком. Где-то, я думаю, сможем зайти. Инженерные системы спрятали вот здесь. А, это лифтовые. На самом деле, если вы смотрите, качество газоблока. Это просто стыд и срам. Это же вообще что такое. Лепила из того, что было. Это вот так называется. Тут какие-то галеные ошметки проводов. Или просто они там не подключены ни к чему. Нормально вот так, да? Тот шкаф уже другой. То есть они, похоже, там бушный, что ли, покупали. Ну, тут тоже, да. Вот обратите внимание на качество клейка газоблока. На торчащую арматуру из бетонной стены. Ну, так и должно быть. Вот она электромагистраль металлическая, которую Кура почему-то не закрыли. Тут какой-то блок провода, куча мусора, грязи. Ну, в общем, какой-то трындец, помнишь, этот тупик, к сожалению. Но картинка на сайте красивая. Лестничный марш. Тут закрыто. Выход на кровлю. Вот она наверх. Лестницу помыть было не судьба. Здесь очистить тоже от мусора, краски, все остальное было не судьба. Но зато хотя бы стены просто ровные, окрашенные. Смотрится неплохо. Восьмой этаж. Вот даже, обратите внимание, здесь есть табличка. Есть, соответственно, табличка «Не курить». Можно зайти вот сюда. Так, тут у нас все открыто. Счетчики на воду. Ну, обратите внимание. Раз, два, три квартиры. Вот это класс. И большое количество дверец. Поменьше что-ли не могли сделать. То есть надо было, знаете, огромное количество этих дверь сюда воткнуть. А вот здесь отделка такая, знаете, шкурка. Как-то мне вот и здесь душно, друзья. Душно. И достаточно такой коридор. Может, то, что захламлено, но так себе. Интересное, конечно, проектное решение. Вот сделать вот такие потайные дверцы. Но они очень сильно бросаются в глаза. Вот просто, знаете, их большое количество. Почему нельзя было сделать там один-два шкафа. Ну, здесь вообще, наверное, один просится. Они наделали вот такое большое количество шкафов. И, кстати, слышно, как трансформаторы гудят в электрощитовой, что, знаете, тоже сразу пик плюс. В обычном нет гула, а в пик плюс он есть. Так. Открываем. Что у нас тут? Газоблок стандартно. Ну, здесь он хотя бы сложен нормально. Не как мы до этого видели. Возможность передачи дистанционно. Тут тоже мы видим мусор. Вот так и должно быть. Теплоизоляция. Вот так. Нормально. Есть указатель, на каком этаже расположен лифт. Значит, удобно, потому что это внизу. Не нужно голову, соответственно, наверх поднимать. Здесь отделка тоже достаточно такая красивая. Еще не могу сказать. Но сами экранчики, знаете, как будто из прошлого. Вот это напоминает мне чем-то пиковское решение. Вот такая крупноформатная плитка. Обратите внимание, какой шикарнейший лифт. 14 этаж. Зеркало. Во весь, в какую-то часть лифта, да, с пола до потолка, от стены до стены. Лифт здоровенный, широченный. И лифт расположен вот так. То есть, когда мы с вами затаскиваем крупногабаритный какой-то материал и элементы, то, соответственно, здесь все удобно и практично. На полу плитка. Хотелось бы, чтобы, знаете, такую более современную нить. Давайте еще спустимся вниз, чтобы посмотреть, может, где-то будет открытая квартира, где мы сможем с вами посмотреть отделочку от застройщика. Вот тоже, да, вот наделали вот таких полосок. Но вот обычно это все по-другому должно выглядеть. Но здесь, смотрите, как с момента сдачи, что с ними, соответственно, стало. Второй этаж. Ага, тут еще видим отдел по полным ходам. Двери входные от застройщика. Панус моется красиво. Два замка, ночные заглушки, глазок. Ну, такое нормальное. Добрый день. Ток-ток. Здрасте, можно зайти и подснять немножечко? Благодарю. Вы это не от застройщика или от застройщика ремонт делаете? От застройщика ремонт делаете или от застройщика? С разрешения зашли в двухкомнатную квартиру. Значит, смотрите, это от застройщика делают отделку. Гипсокартон, направляющая. Здесь для усиления, для чего-то, наверное, будут крепить... Да, здесь же должна быть у них инсталляция в санузлах. Соответственно, фанера есть. Влагостойкий гипсокартон. Для подразедников. Разводка электричества. Почему натяжной потолок? Потому что им проще, они оттянули. И сделали выпуски, и все. Прикольно, что два окна. Большое, чуть поменьше. С видом вот на такую террасу. Вот, смотрите, проектная документация по электроснабжению. Квартира. Ничего себе. Круто. Пиф тут есть. Дырка с фильтром, чтобы воздух заходил. Слушайте, ну так вроде неплохо все смотрится. Еще одна ванна. Канализация. Это кондиционер, сток. Канализация здесь обычная труба, как и на всех стоит. Зато хорошо, кстати, закреплена противопожарная муфта. Жиденько. Тоже два окна. Что-то здесь не так пошло. И у нас отсюда вид на прекрасный двор. Сейчас пойдем его смотреть. А выходим с вами на улицу. Здесь еще у нас один такой тамбур. И здесь вот с щеткой все нормально. Да, похоже, они тут, знаете, песком забивали стык этот. Странно, конечно, сделали. Ну, двор красивый, классный. Тут ничего не скажешь. Пик постарался. Хорошее озеленение. Много хвои. Ну, фасад зданий смотрится красиво. По мне симпатичнее, чем их уже стандартные дома из плитки. Потому что когда это один-два дома, это нормально. А когда их уже там сто домов, то и все одинаковые, то уже это как-то так себе по мне. Есть вот такие дорожки. Идти приятно. Здесь какая-то странная трава. То есть, типа клевер или что-то засадили. Необычно. Спортивная площадка, кусты. Слушайте, ну, сделано приятно, приятно. Ничего не скажешь. Озеленение шикарное. Большие деревья, светодиодная подсветка. Двор с разным уровнем по высотности. Есть вот шезлунги, где можно позагорать. Смотрите, здесь просто в прятки можно играть. Вот реально спрячешься в этом лесу, в таком озеленении, тебя не найдут. По фасаду тоже, вот так, знаете, смотрю, никаких нареканий нет. Все ровненько, четенько. Входные группы хорошо смотрятся. Но нигде, конечно, не подписано, где какой-то подъезд. Именно со двора. Парковка для велотранспорта. Вот, смотрите, как дерево красиво положили. Такое местечко сделали посидеть. Еще одна спортивная площадка. Впереди с вами, видимо, детские площадки. Ну, красивенько. Зелени много. Здесь молодцы. Мне нравится. А вам, как, друзья? Напишите в комментарии. Для взрослых детей и подростков есть вот такая конструкция очень интересная, где можно посидеть, поработать. Есть розетки. Такой, знаете, дворовой центр. Дерево. Красиво. Красиво. Очень, очень красиво. Стол. Вот такие табуретки, которые можно подвигать. В шахматы, в шашки поиграть. Симпотно, молодцы. Интересно придумали. Балконы красиво смотрятся. С безрамным остеклением. Что-то такое новенькое. Третий подъезд. А, вот здесь, кстати, написано. Там почему-то то ли я не увидел, то ли этого не было. Значит, входная группа здесь стандартна. Также все зашито. Потолок смоется красиво. Что-то такое, я помню, в Белоруссии видел. Вот прикольно сделано, да, обратите внимание. Такой, знаете, уют. Как только ты переступил порог тамбура, здесь поистине настоящая красота. И знаете, вот первое впечатление, что я попал в чью-то квартиру, либо в офис. Прочитал книжку и оставил ее для своих соседей. Сесть на большой диван, взять в руки пульт от телевизора, который никто не упер, но не заляпан. Все сделано красиво и аккуратно. Из плюсов, конечно, что подъезды проходные. Кроме того, что они проходные, здесь можно оставить литературу и обмениваться ей соседями. Интересное сделано решение на потолке. Это обычная фанера, покрытая лаком. Видно, что это сделано на производстве. Черный потолок и осветительные приборы. Ну, по мне, реально, дизайнеры, архитекторы здесь постарались. Поинтереснее, конечно, уже проект выглядит. Вот я с застройщиком согласен. Санузел есть. Да, не у каждого в квартире такое есть, а здесь есть. Знаете, вот типа как на заправку приехал хорошую. Тут, бля, видно мопов озеленения. Колясочная большая, можно помыть велосипед, самокат и лапки собачками. Сразу понимаешь, что это выход на лестничный марш. Ну, соответственно, засовываем руку в дырку, вызываем лифт и едим на последний этаж. Ага, он еще не едет. Прикольно, да? А лифт не вызвать? Ну, это как домой мне подняться, скажите мне. Или вот надо вот сюда заходить? Стремно как-то? Господи. Ага, значит, это мой лифт, все отлично. 21 этаж. Поехали. А, друзья, это просто направляющая для того, чтобы видно стекло это не сняли. То есть вот все, они обшивку закрыли вот таким стеклом. Оргстекло, наверное. Все, в лифте очень душно. Очень. Если у нас вентилятор есть, ну, поможет. Да, вентилятор, к сожалению, не помогает. И вот я не знаю, как вот так проектировать, что в жару просто вот здесь едешь и течешь весь. О, зато мы уже почти доехали. 21 этаж. Давай, 77, откройся. 21 этаж. Швей открывается. Выходим на 21 этаж, так как здесь уже высоко у нас сразу раз-два вот таких четыре грузопассажирских лифта. Мне, кстати, нравится, что вот здесь такая полностью стеклянная дверь, система допуска, как и в обычном пике. Какой-то звук вентиляторов, похоже, крышных. Угул такой идет небольшой. Очень красиво сделано. То есть, значит, входные группы, они, получается, такие утопленные. Под дерево панели сделаны, смотрится прикольно. И вот это снизу подсветка, и сверху немножко. И плюс свет дополнительный над дверью. Везде стоят датчики. Ну, вот шкафов большое количество. Здесь хотя бы подписано, в отличие от того, что мы видели. Но, конечно, вот, знаете, нужно больше как-то работать над тем, чтобы, знаете, ну, четче смотрелось, а не вот так. Есть указатели, на какой этаж и какие квартиры, куда. Широкий коридор. Такие же ламели на потолке. Под дерево. Столбики освещения. Здесь вот такой светильник. И вот очень красиво это смотрится. Широченные двери. Значит, инженерное оборудование. Все щетчики вот в этих шкафах. Все закрыто. Немножечко они выпирают. И вот здесь мне нравится, что ничего. То есть, коридор просто вот одного размера. Знаете, нет никаких углов, уступов, всего остального, как это частенько бывает в наших новостройках. И вот здесь даже какие-то картиночки есть. Полагаю, от застройщика. А может быть и нет. На газоблок. Куча мусора. Ну, смотрите, просто трындец, друзья. Просто весь мусор вот сюда выкинули. И все. Все забито мусором. Направляющий на родни самых недорогих, возможно. Вот такой коридор. Как вам, друзья? Внешне, в принципе, неплохо. Если, знаете, чуть-чуть везде подробнее делать, то было бы хорошо. А выход на кровлю, друзья, слышно, как работает вентилятор. Вот здесь, обратите внимание, лампа упала. Особого желания вниз идти нет. Вот они, вентиляторы. Звук, конечно, такой, что даже это все слышно в коридоре, что лично меня не очень-то и радует. Ладно, поехали дальше смотреть этот прекрасный пик плюс. В каждом лифте должна быть табличка. Вот здесь есть эта табличка, что если, не дай бог, что-то произошло, там есть правила и куда позвонить. Вот смотрим. Правила пользования. А где контактный номер телефона? А его здесь просто нет. И вот что делать? Может быть, он вот здесь закрыт, вот этой планкой. Вот, по мне, очень странно. Здесь хорошие таблички выход. Но, вот видите, вот когда оно вот так мерцает, это понимаешь, что какая-то аварийная ситуация, значит, произошла. Ей нужно выходить, потому что она не должна вот так гореть. Но сама табличка прикольная, в отличие от обычных классических зеленых. Значит, датчик дымоудаления, зуммер, не работает. То есть, понятно, а нет, работает, все вру, все нормально. О, закончился звук. Очень специфически здесь все. В декабре 23-го года сдали дом 21-го числа. До сих пор, смотрите, все что-то облагораживают, выравнивают под брусчатку и все что-то ремонтируют. Ну, как-то, конечно, странно. Вроде все, знаете, друзья, здесь так неплохо, смотришь, все классно. Но, блин, почему с момента сдачи прошло большое количество времени? А здесь, знаете, ощущение, что вот они только-только готовятся к сдаче. Но при этом мне нравится, как смотрятся угловые окна. Мне нравятся балконы. Как смотрятся красиво. Мне не нравится 21-й этаж. Мне нравится малоэтажное жилье. Детские площадки мне тоже нравятся. Смотрятся симпатично. Еще хочется пройти и посмотреть, что же здесь с паркингом у застройщика. Зелени, конечно, много. Знаете, такое ощущение, немного есть, знаете, какого-то парка. Двор-парк. Деревья тоже вот красиво взяли, бамбуком закрыли. Это я уже вот у брусники такое видел. Здесь выход канализации, вот труба канализационная. Здесь тоже что-нибудь вот такое делают. Интересно, интересно. Детские площадки тоже прикольно смотрятся. Вот то, что вот они щепу набросали, это прикольно. Но придется ее постоянно со всех мест убирать. Но сама идея интересная. Такая, знаете, ближе к природе. Зона отдыха сделана. Где можно посидеть, пообщаться, поработать. Ну, прикольно. Фасад, со фасад смотрится симпатично. По сравнению, смотрите, когда там за Вангарденом стандартный пик. И вот уже от этой плитки, наверное, ноги устали. Спуск открыт. Здесь вот, знаете, такое ощущение, что то ли что-то потекало, то ли что-то они туда делают. Отделка, в принципе, ничего. Не считая вот этих труб, которые смотрятся на теплоизоляции, на трубах, так себе могли бы спрятать. Вот эти места тоже. Но вы дома уже по гарантии что-то делают. Нормальная граждающая конструкция. Из трубы, кстати, держится просто четко. Не трясется, как у некоторых. Вот, ограждающая конструкция. Как поезд, да? Тук-тук. Молодцы. О, здесь уже внизу как-то прохладнее становится. Кладовочки видим впереди. Минус первый этаж. Ага. Ну вот это, видите, темненькое. Знаете, что это такое, друзья? Это влага. Здесь проходит влага винткамера. Тут вот все открыто. Как здесь прохладно. Значит, ну вот так выглядит винткамера. Вот есть кто профессионалы. Дайте, пожалуйста, свою оценку. Внешний вид мне не нравится. Такое ощущение, что, знаете, все бушно. Вот эта обмотка. А щиты почему-то до сих пор не расчехлили. Но так все. Меня не впечатлило, если честно. Вот, обращаю внимание, погружной насос. Поплавок. Есть влага. Становится водой чуть больше. И, соответственно, должен включаться насос. Есть такое ощущение, что, видите, что-то тоже подмазывали. То ли, может быть, текло. Не знаю. Дверь без замка. Так, кладовки. Здесь что-то сигналка везде работает. Ну, вот обычные кладовки для людей. Большая высота потолка. Свет включается автоматически. Тут прохладно. Не знаю, что-то сырость. Нет? Не знаю, то ли это... Нет, это не сырость. Это что-то не подкрашивали. Ну, вот сигнализация сработала. И вот странно, что никто ничего не делает. Здесь должны быть пожарные рукава. Пик. Здесь даже муфты нет. Здесь нет. И дети рукава. О, крали. Гори все синим пламенем. Не дай бог что-то произойдет. Это будет печалька. Здесь вроде сухо все, друзья. Есть датчик на движение. Камеры есть. Ну да, здесь сухо. Что-то странно, что не включается. А, вот мы с вами вышли и на парковку, которую очень хотелось посмотреть. Хо-хо-хо. Смотрите, ну все, все одинаково. Значит, ну вот видно, да, что вот такие места они подмазывали. Вот здесь красили и покрасили то, что, наверное, не должны были красить. Ну, вот знаете, аккуратности немножко не хватает. А так, в принципе, в целом, неплохо. Колонны. Паркинг смотрится хорошо. Большой такой. Относительно. Так. Тут, в принципе, больше смотреть нечего. Пойдемте дальше посмотрим, где мы заходили. Но я, честно, боюсь здесь заблудиться. Вот так тряпочкой перевязали. Так и должно быть. Провода в гофру спрятали так ровненько. Тут тоже вот тряпочка висит. Ну, в принципе, есть на чем. О, смотрите, смотрите. Новый дом. Уже вот все. Отваливается. Что-то делали и не помогло. Парковка для велотранспорта, как я полагаю. Выход к лифтам. Да, вот позначил. А, или это просто выход. Все пищит. Тут красит. Выходим. Это у нас непонятное помещение. И вот здесь, смотрите, они дверь перепутали. Вот мы поставили. То есть она должна была быть наоборот. Ну, по проекту, значит, так. Грязь. Мусор, грязь. Сам проект. Всех этих труб. Не знаю, что это здесь такое. Кто есть специалисты, напишите в комментарии. Вот так выглядит. Прямо где самая низкая часть, куда уходит влага. Бутылки, грязь, пробки. Ну, так и должно быть по проекту. Вот это уже влага. Вот она видна. Станция пожаротушения. Тоже все открыто. Смотрите, какая мощная. Господи, как все это щелкает. Вот так выглядит станция пожаротушения. Смотрите, какие только насосы. Какое должно быть давление воды для того, чтобы подать напор для тушения этого здания. Не дай бог, конечно. Да, вот все мокро. Это влага. А это у нас, да, это уже выход у нас получается наверх. Так, вот она. Вот она влага вся. Вот здесь у нас сыпется штукатурочка. Тут что-то тоже, ну да, неприятненько. Неприятненько. Это же, да, ну вот это что-то такое. Что это такое, уважаемый застройщик Пик? Это Пик Плюс. И вот Пик Плюс. Получается из секции в секцию можно в паркинг перейти. Значит, здесь обшивали, обшивали. Как-то подмазали, где не домазали. Не докрасили. Выход. Вот здесь все доводчики сняты. Заходи, кто хочет. Делай, что хочешь. Безопасность. Зона выпусков канализации. Ничего у нас тут. О, тут закрыто. Ничего себе. Электросчетовая. Нет, страшно. Коллекторная. Что должно быть в коллекторной? Мебель, пенопласт. Правильно. Вот он тоже погружной насос. Два даже поплавка. И вот сюда он должен вытягивать воду, когда чуть становится ее больше. Есть план. Все вот эти суперконструкции. Вроде так ничего. Так что вот это, наверное, основные деньги. Все, что стоит, это от дома больше половины. 60%. Это все инженерные системы. Бетон не такой дорогой. Так, и нам... А, вот я уже прошел. Вот обращаю внимание, что тоже нормальные таблички, где выход. Ее просто нет. Где-то здесь должен быть выход к лифтовым. Да, вот лифт. Ну, видите, тоже здесь подмазывали. Почему? А потому что... Потому что здесь влага проходит. Ну, вот знаете, я не скажу, что здесь плохо. Вот так зашит потолок. Лампочка уже светодиодная почему-то не работает. Перегорело или еще что-то. Датчик. Они смогли защитную пленку снять с момента сдачи в эксплуатацию. Ну, значок кладовки по мне, конечно, как-то странновато. Я бы, наверное, по-другому сделал бы, как считаете вы, друзья. Ну, лифт на минус первом. Сейчас дверь откроется. Двери уже совсем дешевенькие такие, самые простенькие. О чем я рассказывал. Ну, вот он. И что, дверь открывается? Нет? Ну, да. Он приехал, а дверь не открывается. Вот так. Ладно, пойдем пешком. Сейчас бы вспомнить, как и заходил-то хоть. О, ветерок усиливается. Грозу обещает гидромицентр. Прикольно сдали. Какие-то такое ощущение, знаете, коммуникация забыли проложить. Нам нужно пройти в этот дом, чтобы сверху сделать красивые друзья-кадры. На данный момент видим, что вот здесь пока ничего нет. Есть стройка. Есть строители. Вон, электричка впереди едет. Ну, вот пока, конечно, на данный момент здесь жить-то, я не знаю, поблизости ничего нет. Между домами, вот просто, кроме брусчатки, асфальта и зеленой травы, больше вообще ничего нет. Да, на стройплощадку ходят просто обычные люди. Никакой тебе защиты, светоотражающих жилетов, техника безопасности налицо. Ну, вот обратите внимание, с левой стороны у нас пик плюс. И прямо в центре кадра городение. Вот через дворы соседних домов можно было бы пройти к метро, но там, к сожалению, не пройти. Придется только идти туда, где ты заезжаешь на автомобиле. На данный момент у жилого комплекса, у соседнего жилого комплекса, я нигде не увидел коммерческие помещения. То есть хлеб, булку, воду, молоко, куриные яйца здесь не купить. Надо куда-то ходить, либо заказывать доставку. Вот, обратите внимание, лифт не работает. Большое спасибо, что открылись двери. Смотрите, как встал лифт в новом доме, друзья. Мне просто реально повезло, что он вообще не упал вниз. Вот, реально было очень страшно. Спасибо, что лестничные марши все открыты, и я могу отсюда, соответственно, выйти. Вот тебе, друзья, и пик плюс. Новый дом, и уже столько проблем. Пишите в комментариях, как вам новостройка от Пик Плюс. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин